Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Сегодня я расскажу вам про одну свою мечту, мечту из детства, которую я недавно смогла осуществить, чему, в общем-то, была очень-очень рада. Ну, в общем-то, если есть какая-то мечта или какое-то стильное желание, то рано или поздно нужно его осуществить и насладиться результатом. А сначала небольшую предысторию к своей мечте расскажу. В девяносто пятом году вышел мультфильм «История игрушек». Это был первый мультфильм компании Pixar. И этот мультфильм в моем детстве был одним из самых любимых, самых ожидаемых у этого мультфильма три части. Все три части я смотрела. Они мне очень-очень нравятся. Они просто необычайно интересные. А вот эта история о том, как мальчик Энди играл со своим любимым ковбоем в Уде и по слайдерам. И о том, что на самом деле, когда люди ложатся спать или уходят из дома, игрушки оживают и попадают в очень интересные приключения. С ними происходят разные интересные события. Так вот, когда я смотрела этот мультфильм, то я мечтала, чтобы у меня был такой же друг, как Вуди. Потому что мальчик Энди очень любил играть со своим ковбоем в Уде. Идем и ждем. Шляпа ковбойская. Кстати, очень трикерная шляпа. Так вот, мне очень хотелось, чтобы у меня тоже был такой игрушечный ковбовик. И вот он теперь со мной. Посмотрите. Тот самый Вуди из мультфильма. Такой же жилеточки. В таких же сапожках. И даже на сапожках написано в мультфильме Энди. Это тот самый Вуди. Сейчас мы сделаем таппинг по Вуди. Вуди, ты попал на мой АСМР канал. И теперь ты, знаменитость. Шерифская звезда. Да. Тот. Вообразим, что Вуди это баночка от крема. И сейчас мы откручиваем и закручиваем крышечку. вот но потом Вуди стало очень скучно без своего лучшего друга Баззлайдера и вот у меня появился и Баззлайдер тоже это просто счастье моего детства скажите, у вас бывают моменты, когда вы впадаете в детство? у меня, да, вот когда я держу вот эти две игрушки такие вот ожидаемые, такие вот прекрасные вот прям как в мультфильме я их держу, я понимаю, детство еще не закончилось так, посмотрим на Баззлайдера кстати, у Вуди, я не включала, у него есть сзади у него есть сзади вот такое вот кольцо, за которое можно дернуть и он будет говорить вот те фразы, которые он говорил в мультфильме но я не буду этого делать, потому что у него такой достаточно громкий и звучный голос для того, чтобы не прерывать наше с вами расслабление и не разбудить тех, кто уже успел уснуть так, возвращаемся к нашему Баззлайдеру Баззлайдеру Космический Рейнджер так, у него есть еще фонарики еще у него шарнирные руки и ноги то есть сгибаются все части тела и даже пальчики так, все таки так, все таки так, все таки так, все таки вот такой вот прекрасный баслайдер баслайдер и шериф Вуди мои лучшие друзья ну что ж сейчас я вам покажу еще одну вещичку из этой истории из истории игрушек это книжка которая так и называется история игрушек напишите пожалуйста в комментариях знакомы ли вы с этим мультфильмом какую часть смотрели какие впечатления и интересно ли вам послушать покойным медленным голосом сказку на ночь из этой книжки кстати тут очень красивые иллюстрации в общем если будет желание напишите я с огромным удовольствием почитаю эту историю историю по одному из моих самых любимых мультфильмов кстати мне еще очень нравится мультфильм Холодное сердце про Эльсу и ее сестру Анну еще из иностранных мультфильмов мне очень нравится Хранитель снов я пересмотрела я пересмотрела наверное раз пять с определенным интервалом но каждый раз смотрю с огромным удовольствием и вам рекомендую друзья на этом я буду заканчивать я желаю чтобы все ваши мечты осуществлялись и появлялись новые мечты новые цели новые планы и вы получали удовольствие не только от результата но и от самого процесса от процесса накопления денег чтобы осуществить мечту от процесса работы над собой чтобы осуществить нематериальные мечты пусть у вас будет все хорошо и складывается в жизнь наилучшим образом целую до новых встреч пока-пока 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 Продолжение следует...